добрый день уважаемые коллеги уважаемые граждане я бы хотел высказаться по поводу недавнего недавнего происшествия когда произошла гибель трехлетнего ребенка и после этого произошел арест врачей конечно здесь ситуация очень неоднозначная но тем не менее я бы хотел высказать свое личное мнение меня зовут Аширбаев Айбекарсимович я работаю в кыргызско-российском славянском университете на кафедре госпитальной хирургии преподаю анестезиологию реанимацию уже более стаж работы у меня уже более 30 лет в 87 году я закончил получается 35 лет но по поводу конкретно этого случая чтобы я хотел сказать на мой взгляд имела место халатность пренебрежение должностными обязанностями конечно очень много сейчас особенно медицинской среде идет дискуссии по поводу была ли это врачебная ошибка или преступная халатность я все-таки склоняюсь к тому что здесь была преступная халатность почему сейчас я вам объясню почему я так думаю вот смотрите 13 ноября в 7 часов утра родители вызвали скорую помощь и значит скорая помощь отвезла этого ребенка утром еще утром в третью детскую больницу это было значит достать доставили они его 8 часов утра 805 я что хочу сказать еще здесь я беру открытые источники никакие не домыслы или там какие-то какой-то непроверенной информации я беру те источники которые находятся в открытом доступе вот 8 часов 13 ноября ребенок был доставлен в третью детскую больницу врач ему назначает обезболивающие кетопрофен и назначает ему сибазон кетопрофен нельзя было делать этому пациенту поскольку кетопрофен не делается детям до 15 лет а сибазон сделали очень большую дозировку ну даже при таком заочном ознакомление с этим случаем надо было бы заподозрить уже врачу какую-то катастрофу в брюшной полости какую-то катастрофу это было наверное очевидно вот но почему-то врач этого не увидел он может быть в силу молодого возраста или отсутствие опыта вот и назначил ему эти препараты ну мы знаем каноны неотложной хирургии особенно в абдоминальной хирургии что нельзя назначать обезболивающие до момента когда вы еще не установили диагноз поскольку они маскируют или могут маскировать основное заболевание вот также удивляет тот факт что дежурный врач отсутствовал это я тоже беру из открытых источников где-то он был на то и в Соколугском районе но бывает так что врач уходит дежурный на какое-то короткое время на полчаса на час да но уехать на весь день на той в то время когда ты являешься дежурным врачом мне кажется это очень большая халатность и нарушение своих должностных обязанностей даже при самом благоприятном стечении обстоятельств дорога из Соколука до 3 детской больницы занимает наверное не менее полутора часов учитывая нынешний трафик учитывая другие обстоятельства то есть что я хочу сказать почему дежурный врач тот врач который должен был дежурить находился вообще непонятно где дальше идем мы опять мы идем по так сказать хронологии больного забирают почему-то забирают из 3 детской больницы якобы у него повышенный сахар ну и что что повышенный сахар то что повышенный сахар это не было основанием для перевода больного в эндокринологическое отделение в джал сахар мог быть повышен у этого ребенка почему потому что любой стресс вызывает повышение сахара это любой врач вам мало-мальски грамотно скажет любой стресс вызывает повышение сахара в крови тем более у этого ребенка оказывается никогда не было повышенного сахара со слов так сказать родителей то есть подозревать там диабет первого типа наверное не имело смысла а диабет второго типа как мы знаем развивается гораздо более позднем возрасте вот ну на основании вот этого анализа сахара крови его почему-то переводит джал в эндокринологическое отделение в джале ему назначает УЗИ органов брюшной полости и рентген органов брюшной полости которые к сожалению не были сделаны вовремя в 13.20 ему назначает УЗИ но УЗИ выполняется в 19.00 то есть спустя 6 часов рентген ему назначается тоже в 13.20 и рентген ему выполнен не был ну здесь уже конечно степень компенсаторных возможностей ребенка уже иссекала так сказать он впал в кому и 21.00 ребенок умирает это конечно ужасная трагедия для любого родителя видеть мучения своего ребенка и видеть как он у тебя на глазах умирает теперь по поводу тех комментариев я вижу что комментарии идут и за врачей и против врачей конечно у нас медицина находится в ужасном состоянии сейчас она разрушена фактически она разрушена нет никаких социальных гарантий для врачей никаких никакой помощи мизерные зарплаты это мы все знаем это мы все знаем но даже если так даже если врачи находятся в таком бедственном положении разве это служит оправданием того что вы не выполняете свои врачи не выполнять свои должностные обязанности дежурный врач отсутствует на рабочем месте необходимые исследования не выполняется идет страшная подмена понятий страшная подмена понятий и вот погибает ребенок погибает ребенок и почему-то все у нас выступают на стороне врачей я сам врач поэтому я как бы должен занимать позицию по умолчанию на стороне врачей тем не менее я бы хотел указать на вот такие очевидные так скажем даже не ошибки а нарушение какой-то профессиональной своей этики нарушение своих профессиональных обязанностей оно почему-то у нас обязательно кто-то должен умереть чтобы вот такие вещи всегда вскрывались а если бы этот ребенок не был бы сыном или внуком высокопоставленного чиновника тогда бы все это спустили на тормозах как всегда я еще раз хочу сказать что я не принимаю сторону какую-то ни врачебную ни сторону так сказать противоположную но мне хотелось бы объяснить нашим врачам нашим медицинским работникам что несмотря на бедственное положение их тем не менее они должны выполнять те обязанности которые они должны выполнить это не служит оправданием для того что вы там во время своего дежурства покидали свое место куда-то уезжали на той или там еще куда-то и как бы в заключение я бы хотел сказать что возможно правоохранительные органы они перегнули палку конечно не надо было этих врачей наверное закрывать в СИЗО но должны были может быть их держать как там у них формулировка под домашний арест до окончания следствия есть разные способы есть разные способы так сказать временного какого-то наказания да или там удержание этих врачей чтобы они там не скрылись но я не думаю что эти люди бы начали скрываться или как-то еще возможно здесь действительно слишком жестоко и жестко правоохранительные органы поступили с этими медиками но вот фразы из фильма место встречи изменить нельзя где Глеб Жеглов говорит что наказание без вины не бывает наказание без вины не бывает не надо было раскидываться пистолетами да как он если вы помните эту фразу из фильма и не надо было там надо было решать побыстрее вопрос со своими женщинами и не надо было раскидывать пистолеты где попало вот так что наказание без вины не бывает я думаю что для наших медиков это возможно послужит уроком что все-таки они несмотря на то сложное положение в котором они сейчас находятся в котором они в которых условия в которых они работают тем не менее это не служит оправданием для их халатности я бы сказал преступной халатности и потом я также слышу разговоры там и что врачей нельзя наказывать за врачебную ошибку да за врачебную ошибку медицинских работников наказывать нельзя потому что по умолчанию ни один медицинский работник никогда не нанесет вред умышленно пациенту но за халатность надо наказывать когда мы были студентами я помню у нас я работал в неотложной хирургии у нас была одна медицинская сестра которая отсидела по моему год или два и дали ну она и дали больше конечно ну потому ее просто освободили досрочно вот она была операционной сестрой и она оставила тампон брюшной полости потом больной погиб от перитонита вот на вскрытие нашли этот тампон и был суд ее судили дали ей по моему года три но она отсидела по моему год или полтора потом ее отпустили то есть наказание было в советское время было почему нельзя наказывать за преступную халатность наказание быть должно я считаю но еще раз я в заключение что хочу сказать это мое личное мнение я думаю что мы все извлечем уроки из этого случая а вот молодому все таки поколению подрастающему медицинскому я хочу чтобы они все таки учились у у хороших так сказать учителей у тех людей которые посвятили свою жизнь медицине несмотря на трудности которые они испытывали в течение жизни вот и все таки брали хорошие примеры тот же Ахумбаев тот же Мамакеев все наши вот знаменитые хирурги ну и не только конечно хирурги Мир Ахимов и прочее прочее я сейчас не буду перечислять эти люди они они тоже жили в нелегких условиях тем не менее они оставались верны своей профессии ну на этом я хочу закончить свое обращение к медицинским работникам и вообще к людям по поводу данного случая я желаю всем удачи здоровья и постараться не попадать в такие ситуации многое зависит от самих вас так